Друзья, всем привет! Сегодня на моём канале. Я всех рада видеть. Хотя тема видео достаточно грустная, но я решила обо всём рассказывать, как и обещала. Мы с Антоном ушли с интеграционных курсов, с курсов немецкого языка. Это решили сделать спонтанно. В воскресенье написали заявление, в понедельник отдали его, точнее отправили, поговорили. И вот вчера мы всё, мы сейчас в тайм-ауте временном. Я думаю, он будет около месяца-двух. Мы будем подбирать себе новую группу. Нам школа поможет подобрать или новую школу. И вот я хотела в этом видео рассказать, что же всё-таки случилось, почему так произошло. Нас попросили, выгнали оттуда, как говорится, уйти. Или мы приняли это решение. Что случилось? Так вот, почему мы всё-таки ушли из школы? Это было наше решение, оно было взвешенное, мы о нём думали. И вот, наконец-таки, сделали шаг. И мне от этого так приятно на душе. Дело не в немецком. Мы учим немецкий, продолжаем учить. И с этим всё окей. У нас хорошие баллы. У меня по контрольным, по тестам, у нас 25-ти бальная система. У меня где-то 21-23 балла. То есть, в принципе, всё окей. Хотя он даётся очень-очень тяжело. Я ещё толком не говорю самое простое. Но сейчас дело не об этом. Дело в том, что у нас атмосфера в группе была очень-очень для меня неподходящая. У нас, я говорила в прошлом видео или в позапрошлом, был момент, когда наша группа узнала, что мы из Донбасса. Когда был вопрос, кто, откуда вот этот вот Гиборен, мы сказали, что мы родом из Донецка. И всё. И мы стали, получается, автоматически, к сожалению, мне об этом вот смешно говорить, потому что, ну правда, мы стали врагами этой группы, заклятыми, потому что группа была из украинцев. Но украинцев, ну, я считаю, что это как раз определённого какого-то рода украинцев, наверное, с которыми я раньше, к сожалению, сталкивалась, но редко. Потому что мы жили в Киеве, и в Киеве люди всё-таки более как-то вот космополитичные. И, наверное, процент больше киевлян, они больше путешествуют, они знают английский. Они как-то так более, ну не настолько вот мыслят категориями монокультурности, моноэтники, моно какой-то там составляющей такой вот однобокой. И вот ещё, кстати, один интересный момент. Вот эта вся группа наших украинцев, никто из них не говорит на английском. То есть они толком нигде в жизни не были, как я поняла, ну ни с кем не общались, потому что не могли. И они сбились вот в такую стаю. И вот начали нам всё это высказывать по поводу войны, по поводу того, что мы все русскоговорящие, донбассовцы, которых, извините, 7 миллионов, мы все виноваты в этой войне. Мы пригласили врага, что война из-за нас. И вот подобное вот это всё, это постоянно начало обсуждаться, постоянно вплоть до такого вот какого-то момента детского. Я себя почувствовала, как будто бы я в там, ну даже не знаю, у меня такого даже в школе не было. Во втором, третьем классе вот эти выкрикивания задних парт по поводу русского языка, по поводу Донбасса постоянно. И вот я не хочу даже приводить пример, но это вот превратилось в какое-то такое вот… Мы за этим наблюдали, пытались общаться, потому что я не могла поверить, что это всё на таком вот уровне какого-то идиотизма. В конце концов мы поняли с Антоном, что мы хотим учить язык в атмосфере благоприятной, в атмосфере, когда ты получаешь удовольствие вообще от происходящего. А когда ты смотришь на людей вот так вот, я смотрю и не могу понять, откуда они повылазили, откуда они поприезжали. Причём я хочу сказать, что не все украинцы такие. Ну, к сожалению, как и в любой нации, в любом народе, поэтому не надо мне писать в комментариях, что это только у нас такие украинцы. Нет, это есть во всех странах, есть группа таких вот людей, которые недалёкие и с какими-то, не знаю, наверное, внутренними проблемами, которые они там потом как-то транслируют в реальность. Поэтому это есть везде, во всех странах есть такие люди. Вот мы с ними столкнулись, столкнулись вот с такой группой людей. И мы поняли, что мы не хотим эту атмосферу как бы ежедневно наблюдать, просто потому что хотим получать какое-то удовольствие от обучения. И раз Германия нам оплачивает такие курсы, мы хотим учить язык с удовольствием, это будет более эффективно. И ни в коем случае, я честно, я не хочу сталкиваться вот с такими людьми дальше, стараться как-то так, по крайней мере, их увидел. И знаете, как говорится, не трожь, не будет пахнуть, и отойти дальше, в сторону. Я это говорю с улыбкой, потому что, честно, мне с одной стороны смешно, это, ну, с другой стороны, мне больно и страшно, потому что я ведь понимаю, что, первое, эти люди здесь прожили год, и они ничему не научились, не научились никакой толерантности, никакому принятию мира с различными людьми, с различными языками, культурами. Второй момент, очень больно, что Донбасс до сих пор остаётся в Украине такой вот точкой камня преткновения. На самом деле это несправедливо, и что вообще Донбасс сделали вот таким вот именно камнем преткновения. И о том, что в Украине нет политики понимания, что это наш же кусок страны, с другой немножко, возможно, этнической составляющей. Там больше коренных приехавших когда-то оттуда, причём многие не по своей воле. Извините, был Голодомор туда, заселяли русских, русскоязычных людей. Ну, то есть там другая немножко этническая составляющая. И это нормально. Очень много стран имеют разные этнические составляющие и учатся мультикультурно уживаться друг с другом. И опять обвинять Донбасс и 7 миллионов людей, вот как нас там обвинили, в том, что мы позвали Путина и устроили войну, это верх какой-то, на мой взгляд, такой вот, ну опять же, узколобости какой-то. И представьте, есть факты о том, что у нас около 70% на фронте русскоговорящие. И представьте, эти вот люди из дивана, из Германии будут рассказывать, что эти люди какие-то там не украинцы. То есть они отдают свою жизнь за нашу Украину, а им будут рассказывать, что они не украинцы, потому что они не на том языке говорят. И также на фронте есть очень много людей из Донбасса и с Востока Украины. И так же самое их сейчас осудят, что вы, получается, уходите все, так некому будет страну защищать. То есть это настолько вот всё какой-то, у меня нет слов. И мы решили, что мы не хотим соприкасаться с таким вот, с такой группой мыслящих так людей, потому что я на них смотрю, на их лица, я понимаю, что это, к сожалению, они сами себя в жизни приговорят к такому какому-то к ним отношению, ну вот такому, который они транслируют другим людям. И вот я хотела сказать, чего я немножко боюсь, и что здесь очень грустно. То есть грустно не то, что мы ушли с курса временно, а грустно то, что если, когда, дай бог, закончится война победой, если в нашей стране будет развиваться политика именно Украины, не мультикультурной, а вот такой вот моноэтнической и монокультурной Украины, где вот, как говорится, такой закрытой и очень вражеский, относящийся к другим языкам, к другим культурам, я не знаю, это будет очень печально, это, мне кажется, страну не будет развивать, потому что, мне кажется, будущее нашей страны, ну вот где-то, если можно так сравнить, как бы Соединённые Штаты Украины, то есть Украина, где можно децентрализовать, децентрализировать правильно, наверное, власть, убрать только что кормушка в Киеве, а развивать все регионы, и в каждом регионе под одной культурной, национальной идеей всё-таки, но каждый регион имеет право быть свободным и всё-таки иметь какие-то вот свои особенности этнические, языковые даже, может быть. Ну вот я как-то вижу так нашу страну, вот я не вижу её вот такой вот вражески закрытой от всех, и только вот только это хорошо, все остальные плохие. Я такой не вижу, я очень боюсь, чтобы так не было. Потому что, если учить историю, когда победил когда-то Советский Союз во Вторую мировую, то он как раз закрылся вот с таким вот трагедией, вот этой исторической, вот этой памятью такой вот очень тяжёлой, и он на этом построили полностью всё дальнейшее развитие, идеологию на этом трагизме. И вот к чему это привело. То есть это ничего хорошего не даст. Мне кажется, что главное, вот важно, чтобы Украина не повторила эти ошибки, потому что то, что я сейчас вижу в некоторых, в некоторых, я повторюсь, не во всех украинцах, в некоторых украинцах вот это вот, меня это немножко пугает. Также меня пугает то, что если Донбасс вернётся в Украину, ну как-то надо менять также отношение к Донбассу, иначе нет смысла его возвращать, нет смысла, чтобы потом вот так вот мыслить, что украинцы даже, которые находятся в Германии из Донбасса, это враги. Но я не знаю. То есть тут нужно, мне кажется, очень-очень осторожная, гибкая политика, дальнейшее именно руководство страны, уметь объединить людей и людей как-то вот организовать, уметь в дальнейшем погасить ненависть, уметь в дальнейшем привить уважение и погасить вот эту вот высокомерность одних к другим. В общем, выстроить страну, которая бы могла развиваться, уважая как раз-таки всех её жителей, это на минуточку где-то 56 национальностей, и не потерять свободу. Потому что если мы вот так будем ненавидеть одних и вот так вот всё это делать, то о какой свободе, за что сейчас тогда идёт борьба, за какую свободу? Мы тогда ничем не отличаемся от соседа, который на нас напал, вот как раз на горе, трагизме прошлого, построив на страхе, построив вот настоящее. Поэтому я хотела сказать, что мне кажется, над этим нужно уже сейчас работать. И почему в Украине нет этой работы, почему в Украине не уделяется этому внимания, я не знаю. Я правда не знаю. Бывают мне сейчас некоторые пишут люди, что это ещё не время, нужно победить и потом выстраивать эти отношения. Я считаю, что нужно сейчас выстраивать это отношение. То есть вот те люди, с которыми я столкнулась, вот тот какой-то левел людей у нас на курсах, в нашей группе как раз-таки это люди, наверное, которым нужно из телевизора или откуда и что они там слушают, им нужно как раз-таки вещать уже правильную информацию о том, что не все украинцы враги и вот как-то их, наверное, оккультуривать, образовывать. Ну вот так. Поэтому с одной стороны это смешно, потому что я себя ощутила, как будто ты где-то во втором классе. И даже то во втором классе я не сталкивалась с подобным. То, что вот я сейчас увидела здесь среди взрослых, взрослых людей, которым 30, 40, 45 лет в Германии. Так что я не знаю, у меня вот просто, у меня слов нет, я рассказываю это как есть. Ну, еще хотела попросить украинцы, которые смотрят мой канал, пожалуйста, напишите мне, как вы относитесь к украинцам с востока Украины, с Донбасса, вот с Крыма. Вообще, вот как вы относитесь к украинцам вот именно с оккупированных территорий? Как вы вообще относитесь? То есть для вас это враги, которые вы вот так вот просто ненавидите? Или для вас это все-таки украинцы такие же, как и вы, просто с другой части Украины? Вот, мне было бы интересно, пожалуйста, напишите это мне в комментариях, потому что я хочу понять все-таки, какое количество у нас здравомыслящих людей. И я очень надеюсь, что эта группа, с которой я столкнулась на интеграционных курсах, что таких очень мало. И я верю в это, что таких очень мало, потому что я вокруг вижу, в принципе, общаюсь с украинцами вполне нормальными и, в принципе, развитыми. И слышу от своих друзей, кто ходит в другие группы, вот в другие школы, что всё в порядке, что нет этих проблем, вот с которыми столкнулись мы. К сожалению, мы с Антоном. Но мы решили, что нашу жизнь надо строить так, уходить от такого, просто вот разворачиваться, и пусть эти тараканы у них остаются в их головах с ними же. Вот, но ещё я хотела сказать, что я вообще против вот таких людей в Украине, как Форион, которые там кричат вот эти вот жуткие высказывания, кто наскачет тот майскаль, там москаляка на геляку и подобное. Дело даже не в москаляках, а вообще против вот такого вот надрыва, оскорбления. Я считаю, что те, кто поддерживают политику таких людей, вот этот весь жёсткий надрыв, они как раз-таки и поддерживают раскол страны и эту войну. Это вот моё мнение, что это не должно быть ни по отношению никому, ни в какой ситуации. И если это происходит, нужно понимать, что те люди, которые вот так делят на одних и других, всегда есть понимание, разделяя властвуй. Поэтому вот у меня даже иногда закрадываются мысли, а извините, а те там предводители, этих вот кричащих у нас в группе, они может быть тоже, тут же могут быть какие-то агенты, на кого-то работающие, не на того, может быть и среди беженцев тоже внедрённые какие-то, которые разделяют украинцев. Я думаю, что это было бы хорошо, если бы органы уже другие занялись бы этими украинцами, почему они такое устраивают. Но это не мне решать, это вот. Мы написали, мы описали эту проблему в письме руководству школы, они это поняли прекрасно, они уже сталкивались, к сожалению, немножко с подобным. Поэтому я считаю, что такие вещи нужно не умалчивать. Я считаю, что ничего не нужно умалчивать. Мы боремся за свободу, мы должны говорить о таком. Потому что я не считаю, что в этом мире, это как к животным относиться, что там рыбы хорошие, птицы плохие. Вот если бы не было у нас вот этих основанного на страхах, манипуляций элит, которые разделили одних на вторых, войны бы не было. И одни пошли с ненавистью бить вторых, этой бы просто войны не было. Вот я это хотела сказать. Я вынуждена говорить, к сожалению, на своём канале об этом. Хочется на более позитивные вещи показывать, какие-то влоговые. Но я вынуждена, потому что об этом нужно говорить. Это вот, к сожалению, наша реальность, наша семья столкнулась два раза с войной. И, конечно же, ну как делать вид, что её нету, я не могу. Поэтому держимся. Я верю, что у меня на канале больше нормальных, культурных, интеллигентных, здравомыслящих людей. Милости прошу на мой канал. Пишите в комментариях. Пишите, в чём я права, в чём я не права. Уважайте обязательно. Пишите это в уважительной форме. Уважайте мнение друг друга. Давайте уважать, потому что то зло, та агрессия, которая сейчас потворится в нашем мире, мы не должны быть такими. Мы должны всё-таки как-то учиться, понимать, что мы все дети одной земли. Вот это один шарик, и у нас другого не будет, и мы должны жить вместе на нём. И неважно, кто на каком языке, цвет кожи, нужно стараться всем уживаться. Потому что если мы потеряем, разрушим наш этот шарик, то будет плохо всем. Поэтому всем мира, добра. И ставьте лайк в поддержку канала. Всем пока. Увидимся в следующих видео. На моём канале непросто, извините. Вот как есть. Всем пока.